Доброе утро всем тем, кто сегодня проводит утро среды в спортивном режиме. Мы это любим, мы это приветствуем. И сегодня я с удовольствием поговорю про вид спорта, который, честно говоря, для меня остается за пока рамками освещения. Я, к своему сожалению, и к студу никогда не была на турнирах и на соревнованиях по спортивной скандинавской ходьбе. Сегодня у меня есть возможность узнать, что это такое. Впрочем, я всех присоединяться прошу к нашему разговору. И с удовольствием представляю гостей. И человек, который основал и, наверное, стал первым в Москве, кто внимательно следил за судьбой скандинавской ходьбы и решил ее привезти на российскую землю, Анастасия Политаева. Настя, доброе утро. Доброе утро. И Екатерина Русакова, которая занимается развитием и продвижением этого самого для меня нестандартного и неординарного вида спорта. Вот, уважаемые мои дамы, вы чрезвычайно обаятельны, подтянуты и стройны. Я так понимаю, что это результат как раз ваших занятий скандинавской ходьбой? Да. Да? Сказала совершенно счастливая Анастасия. Настя, ваше увлечение скандинавской ходьбой, оно началось, я так понимаю, достаточно давно. И сейчас это уже превратилось в ваш стиль жизни, в ваше такое вот не только времяпровождение, но и бизнес. Да. Примерно 10 лет назад я встала первый раз с палками, пошла. Да, и потом лет через пять поняла, что это больше, чем мое хобби, мое увлечение, и решила это привести в Россию на профессиональном уровне. Вы были первым человеком, да, давайте уточнять, который вообще привести в профессиональном смысле, да. Да, я думаю, что я была первой. И опыт удался, мне так кажется. Много поклонников и в Москве, и в России уже, и школа наша работает уже четвертый год. Пять лет я работаю профессионально на... Вы тренер? Да, я сама являюсь и основателем школы, и главным тренером, и, ну, в общем, это дело моей жизни сейчас, да. Екатерина, ваше увлечение скандинавской ходьбой пришло от Анастасии, или вы сами как-то, может быть, в интернете прочитали, может быть, на соревнования попали, может быть, попав, например, куда-то в другую страну, вдруг увидели, что люди вот таким образом поддерживают здоровье? Ну, естественно, скандинавской ходьбой я стала заниматься при поддержке Насти, но об этом виде фитнеса, да, вот мы будем говорить, что это все-таки вид фитнеса, конечно, я узнала достаточно давно во время поездок в Скандинавию, где этот вид спорта безумно популярен в Италию. Эту страну я очень люблю, и там тоже очень много поклонников, поэтому, в принципе, это было естественное такое развитие, и могу сказать, что действительно очень эффективный вид фитнеса и очень полезный. Так, давайте разбираться. Скандинавская ходьба – это ходьба, что называется, с палками, да, вот если мы будем абсолютно прямолинейны и без всяких каких-то углублений вовнутрь, правильно? Это всего лишь ходьба с палками. Да, это вид оздоровительной ходьбы с палками. И, вы знаете, я люблю вот крайности такие взять. Вот есть бытовая ходьба, как перемещение из точки А в точку Б, да, прогулочная. Пройти из магазина, например, может быть, для дамы с сумками, это тяжёлая атлетика сразу. Да. А есть, вторая крайность, спортивная ходьба, да, олимпийский вид спорта и так далее. И вот скандинавская ходьба – это золотая середина. Это для меня так, и для многих специалистов это так, потому что тут есть, присутствует и техника, присутствует воздействие, благотворное воздействие на здоровье, практически нет противопоказаний, вообще нет противопоказаний для занятий этим видом спорта. Это научно доказано врачами? Да, 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 это абсолютно научно доказанный факт. И, собственно, поэтому многие люди могут практиковать этот вид оздоровительной ходьбы. И, конечно, он абсолютно на травмы не опасен. И бюджетен, скажем так, да? Абсолютно. Есть огромные цифры, чтобы экипировать хоккеистов, я не знаю, там, футболистов, даже тех же самых. Тут минимальные вложения, собственно, в палки и в хорошую подходящую обувь. Это всё? И это всё. Палки, которые вы используете, это палки от обычного лыжного комплекта или какие-то специальные такие у вас свои? Нет, ну, конечно, это уже не лыжные палки, хотя родоначальники, конечно, это лыжное оборудование, да, лыжные были палки. Сейчас эта палка модифицирована, усовершенствована. А как можно, Настя, подождите, как можно модифицировать палку? Палка, она и есть палка, ты опираешься. Нет, рассказывайте мне. Во-первых, совершенно другой метод подбора этой палки. Если лыжникам подбирают, беговым, да? Да. Лыжникам подбирают палку рост умножить на 0,9, то для ходьбы палка гораздо короче. Там рост на 0,68 надо умножить. Да, потому что отсутствует лыжа, отсутствует фаза скольжения, шаг короче и так далее. Так. А кроме этого палка претерпела изменения в наконечнике, то есть там существует наконечник для разных грунтов, для естественного грунта, для асфальта, для мостовой и так далее. То есть можно ходить где угодно с такой палкой. И темляк, темляк это крепление для руки типа капкан, который прочно фиксирует руку и так далее. Хотя сейчас в современных лыжных палках тоже используется этот тип рукоятки. То есть эта палка другая. Хотя, конечно, она вышла оттуда. А из какого материала она делается? Это какой-то пластик, это полимер? Это стекопластик с карбоном. Самый лучший материал для палки, потому что хорошая должна быть амортизация, чтобы не разбивать суставы рук. То есть всё-таки чем больше карбона, тем дороже, конечно, палка, но тем больше она подходит для всех типов, занимающихся, так сказать, чтобы не травмировать локтевые, особенно суставы. А скажите мне, пожалуйста, ну ведь эта цена даже самой дорогой палки, она уж наверняка сопоставима с каким-нибудь бальным платьем для спортсмена, который выступает в соревнованиях по этим спортивным бальным танцам. Вот сколько стоит, Кать, ваша палка? Сколько? Нет? Ну, минимальная палка, самая дешёвая наша палка стоит порядка двух тысяч. Это самое дешёвое. Мне кажется, это несопоставимо. Несопоставимо, конечно, это можно позволить любому. Потому что среднего уровня палка 3,600, но её хватает на много-много лет. То есть вы единочку купили, ходите с ней, её можно брать в поездки, она очень такая транспортабельная, скажем так, мобильная. А её как-то можно ещё выдвигать, сдвигать, чтобы вывозить? Ну, есть такая модификация, да, есть такие телескопические палки. То есть для вас вот этой проблемы, с которой сталкиваются, например, прыгуны с шестом, нет, куда эту палку, как транспортировать, если вы едете на соревнования? Нет, у меня есть специальный чехол, я складываю туда огромное количество своих палок, и все работники аэропортов очень бережно и истрепетом мне этот чехол выручают, это же негабаритный груз. И первые там года два все гадали, что я везу, потому что для лыж слишком маленький чехол, да, то ли гольф я играю, то ли что. Вот, и всё очень транспортабельно и комфортно, и главное, что это доступно. Вполне. Вполне всем. Скажите мне, милые мои дамы, вот та обувь, которую вы используете, смотрите, если смотреть на лёгкую атлетику, там есть марафонки для бега на длинной дистанции, чтобы амортизировался во время удара стопы, вот как раз пяточный этот кусочек. Есть для стипельчеза, когда по воде бежишь. У вас какие кроссовки, какие вы используете, самые обычные, или есть специальные там стенды в магазинах для скандинавской ходьбы? Нет, таких стендов пока ещё нет, я думаю, что, может быть, когда-нибудь они появятся, вот, потому что, в принципе, есть, ну, специальная техника скандинавской ходьбы, которая предполагает хождение с пятки, да, вот на носок, это самый безопасный вид, скажем так, ходьбы, потому что при этом не травмируется ни позвоночник, нет нагрузки на суставы и так далее. Но, в принципе, мы используем обычные кроссовки, удобную обувь, либо есть вот специальная марка обуви, которая вот как раз, ну, я не знаю, не буду её называть, не буду рекламировать, которая вот как раз сделана с учётом вот правильного, правильной техники ходьбы. Слушайте, а у вас всё так серьёзно, у вас нужно правильно с носка на пятку, чтобы у вас... Да, обязательно. В том-то и дело, что многие думают, что да, взял палки и пошёл. Ну, действительно, взял палки и пошёл. И мячик можно тоже пинать самому во дворе. Да, но если речь идёт о результате, если мы хотим что-то получить, то, конечно, надо позаниматься с профессионалом, чтобы понять, в чём смысл, зачем эти палки, зачем такая техника и так далее, чтобы получить свой результат, свою цель какую-то достичь. И насчёт вот обуви, я всегда говорю, обувь может быть любая. Главное, чтобы вам было абсолютно комфортно. То есть это не новая обувь, хорошо разношенная обувь, любимой марки, в конце концов. Хотя, честно говоря, марка не имеет в данном случае значения. Но действительно стала появляться обувь, в которой удобнее ходить, в которой можно пройти гораздо больше без напряжения в голеностопе, да, которую рекомендуют ортопеды, если есть проблема с плоскостопием. А вообще, как правило, сейчас это вообще настолько распространённо. Поэтому обувь специально стала появляться, и у нас появляются партнёры в этой части, и это, ну, хорошо, да, это серьёзно. Слушайте, ну это здорово. Для меня казалось, что фитнес да фитнес, пришёл, пошёл, и на этом всё закончилось. Оказывается, это спорт. Но о том, чём ещё занимаются во время тренировок, поговорим через пару минут. Доброе утро тем, кто к нам только что присоединился. Сегодня у нас совершенно потрясающая тема. Для меня абсолютно новый вид фитнеса и новый вид, пусть будет это спорта, скандинавская ходьба. Анастасия Полетаева и Екатерина Русакова. Люди, которые пропагандируют, сами занимаются. Я так понимаю, очень-очень увлечены то, чем они занимаются. Мы ещё раз вас приветствуем. Доброе утро. Доброе утро. Вы совершенно, как мне кажется, стали за время пребывания вот в этой отрасли профессионалом в этом деле. Вам это нравится, вы во всём этом понимаете, вы отличаете обувь, вы отличаете типы палки и всего того оборудования, которое вам нужно. Вот это увлечение, как мы уже только что с вами выяснили, оно совершенно недорогое. Вы можете позволить себе его каждый. То есть самая такая вот семья простая, куда можно прийти позаниматься? Где вообще это развивается? Или это только Москва? Нет, не только Москва. Наша школа открыла шесть филиалов, в том числе и в Белоруссии. А если говорить про Россию, то Екатеринбург, Ижевск, Самара и так далее. То есть можно посмотреть на нашем сайте и увидеть, что да вся Россия сейчас ходит, и Хабаровск, и Тюмень и так далее. А вы ходите только летом или зимой? Нет, 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 обязательно круглый год. Круглый год. Если лежать на диване и ждать погоды... Можно в России не дождаться её. Не дождаться. Да. Зимой, летом, весной, осенью. Главное, подходящая одежда, обувь, как мы выяснили, самая главная. И комфортность, да, то есть если минус 35, ну, конечно, да, не очень. А самые вот у нас стойкие такие клиенты до минус 25 в Москве вполне можно заниматься. Вы ходите по снегу в этом моменте? Обязательно. Снег и вообще всякая рыхлая поверхность – это дополнительная нагрузка. Нагрузка, согласна. Это классно. Это 40 минут, и можно выжимать там футболку потом, да. То есть те, кто настроен на такую хорошую тренировку, обожают свежевыпавший снег. И ещё если рельефчик, то это… А он же ещё так очаровательно хрустит первым снегом, да. Ну, тут же ещё и зима настоящая, если… Это же… Это классно. Это очень классно. Вы, я так понимаю, привлекаете в свои ряды всё больше и больше. У вас это идёт как спорт или это действительно фитнес, как повод для того, чтобы прийти заняться своим телом? Это массовый спорт. Массовый спорт. Да. Я это для себя решила так. Потому что мы людей не водим, водят гусей пасти, понимаете? Мы людей тренируем, мы их учим и тренируем. То есть это очень важно, что мы всё-таки даём основы техники. И если дальше человек решил заниматься в школе, он может продолжить идти к своей цели. Цели могут быть разные у людей совершенно. Кто-то поддерживает форму после каких-то там своих заболеваний или травм, кто-то худеет, ну и так далее. У всех разные. Ну и нагрузки, соответственно, получаются в этот момент, да, эти разные. Совершенно разные тренировки. Катя, вы с какой целью пришли заниматься? Вот вы достигли её? Что вы перед собой ставили? Что в итоге у вас получилось? Ну, скажем так, цель, наверное, самая основная была, когда я стала заниматься этим проектом, это похудеть после родов. Так. Ну, сейчас у вас 42-й размер? Ну, вот, наверное, 38-й. 38-й, да? А, вот такое. Ну, в общем, да, можно себе позволить похудеть на скандинавской ходьбе. Сколько вам понадобилось времени? Понадобилось 3 месяца. Всего? Да, всего 3 месяца, да. Милые дамы, у кого есть проблемы с лишним весом? Милости просим. Сколько вы проходите за тренировку? Я прохожу порядка, наверное, 8 километров. При достаточно высокой скорости. Я вот смотрела, когда... 6,5-7 километров. Слушайте, ну это ведь достаточно темповая такая у вас. Ну, просто я люблю, да, ходить, то есть для меня это... Ну, я вообще люблю ходить, то есть по жизни люблю ходить, поэтому... Это ваши спорты. Ну, да, у меня рядом парк, рядом с моим домом, поэтому у меня все условия созданы, вот. И где-то полтора часа, порядка двух часов, да, вот я хожу 6,5-7 километров. Вот, не знаю, у меня нет просто шагомера такого, который считал бы, сколько там у меня километров. Но вот, судя по дистанции, да, вот, которые у нас там есть, в парке вот отмерено, но это вот порядка, да, 8 километров. Вы заговорили, и Настя заговорила, и вы, Катерина, заговорили про совершенно определенную технику, про то, что нельзя просто встать и пойти. Расскажите мне, в чем ее изюминка, в чем ее особенность, и что техника, которую вы предлагаете, позволяет сделать? Я так понимаю, наверняка убрать нагрузку с позвоночника. Что самое главное, что самое страшное при беге, например, при профессиональном или при лыжном спорте? Что для вас, как техника происходит? Значит, техника, на самом деле, очень простая, но выполнение ее гарантирует результат. Первое – это постановка ноги. Так же, как и в спортивной ходьбе, это с пятки до подушечек под пальцами или до кончика большого пальца прокатать ногу и оттолкнуться пальцами ног, протолкнуть тело вперед. Все очень просто. При этом надо сохранять мягкость в коленном суставе, в тазобедренном и так далее. Это правильная работа рук. Палки нужны для того, чтобы разгрузить, правильно вы говорите, спину и снять нагрузку с ног, перенести ее на руки, через палки. То есть палкам мы отдаем часть веса. Вот это очень важно. Палки не аксессуар. Палки работают, в принципе, точно так же, как где-то можно сравнить с ногами. То есть они несут и часть вашего веса и начинают проталкивать тело вперед. Но, собственно, уже давно было доказано, что работа с собственным весом – это гораздо более эффективно, чем, например, с тяжелыми гантелями или с блинами в зале тяжелоатлетическом. Да, да, да. Правильное физиологичное дыхание. Мы подключаем диафрагму. То есть вы учите еще и дышать? Конечно, обязательно, без дыхания. Ну, а как? Это же кардионагрузка, да? И правильная осанка. Вытяжение через первый шейный позвонок вверх. Мы не скручиваем спины, не сутулимся, стараемся держать развернутые плечи. А если что, вы там сзади с палкой, по плечам посвернутым вот так. Ну, мы, конечно, так не делаем. Но, в принципе, разворачиваются плечи, красивая осанка. Вот четыре самых важных элемента. Дальше идут нюансы и так далее. Если это правильно все поставить, то будет то, что надо. Мне очень нравится, как у Шанель говорила. Ничто не старит женщину, как деловой костюм, и не молодит, как легкая походка. Вот если правильно вот эту технику поставить, то женщина в любом возрасте и мужчина тоже будет обладать вот этой легкой такой, чуть летящей походкой, ну, который вот и дает вот эту вот молодость, какую-то вот энергию и так далее. Которая позволяет чувствовать себя действительно женщиной, а не старой замученной теткой, идущей с работы с тяжелыми сумками, да? Собственно, для того, чтобы такую осанку выработить, я так понимаю, что нужно просто все время внимательно за собой следить. Это ведь несложно. Это не техника игры в керлинг. Это не, я не знаю, техника игры в баскетбол. Это просто внимательное отношение к себе самой. К вам ходят женщины или мужчины? И мужчины, и мы рады мужчинам, да. Разные цели, да, у людей. Хотя мужчины тоже худеть, если честно, приходят. Женщины больше приходят в группы. Мужчины больше приходят вдвоем или вообще индивидуальные, персональные какие-то тренировки. Ну, может быть, стесняются, я не знаю. Но хотя сейчас в группах и мужчины стали появляться, мы им очень рады. И к нам приходят молодые совсем мужчины и спортсмены, новаторы такие, приходят, ну-ка покажи, что ты тут можешь. И уходят, в принципе, удовлетворенные. То есть вот как раз от спортсменов, от продвинутых в плане спорта людей я не слышала никаких фей. То есть вот настолько всё логично и, ну, как бы понятно для тела, что люди уходят, и, в общем-то, они удовлетворены, они дальше. Как правило, спортсмены ходят самостоятельно, плавание занимаются самостоятельно. Но ведь на самом деле, когда ты проделываешь вот такой путь, как Кать, например, ходит там в несколько, 6-7-8 километров, прорабатывается, это все на, собственно, группы мышц прорабатываются. Да, да, и руки, и ноги, и если ты ровно держишь голову и плечи, это же тоже, в общем, какая-то такая нагрузка. И главные мозги. Они отключаются в этот момент. Вы знаете, клиенты говорят следующее. Во-первых, когда вот эта техника, неподготовленный человек, он вообще, он говорит, ой, это ж так сложно. Там диафрагма, тут плечи, всё это одновременно. Да, требуется, конечно, какое-то... Вспомните фильм, да, и тут держать, и тут втянуть. Всё втянуть в себя. Тело, 3-4 занятия, тело запоминает на мышечном уровне всё это. Но голова настолько занята соблюдением этой техники, что нет мысли о борщах, партнёрах, там, каких-то бизнесах. Человек здесь и сейчас. Слушайте, это редко для Москвы. А ещё психологическая составляющая перемещения по пространству. Как правило, ну, мы рекомендуем всё-таки выбирать парки или какие-то лесные зоны, чтобы можно было дышать. Вы занимаетесь где-то вот, к счастью, не на асфальтах. Мы вот с вами только в перерыве поговорили о том, что хотелось бы, чтобы люди всё-таки не ходили по асфальту. Потому что вот я когда наблюдаю в парк, я прихожу, и люди бегут. Я понимаю, что они бегут ради своего здоровья, но когда они бегут по асфальту, мне очень жалко их позвоночник. Потому что в этот момент вся вот эта нагрузка идёт к ним туда, на позвоночник, и я не знаю, чего больше пользу или вреда. Да, а когда они ещё бегут вдоль оживлённых трасс в Москве, да? Да, вдыхают на МКАДе. И я вообще с ужасом уже вот просто это наблюдаю. А если ещё у человека и около 90-100 килограмм веса, то вообще страшно думать про суставы, про позвоночник. То есть вы в парке всех приглашаете? Да, мы приглашаем всех в парке, конечно. Но Москва-то может себе это позволить, потому что сейчас такое количество практически в любом районе хороших обустроенных парков есть и дорожки, и именно такие грунтовые, да, и можно себе позволить заниматься в своём удовольствии, не причинить ни вред ни природе, если ты вдруг решил на охоту сходить, да, и не причинить вред самому себе, если ты всё-таки решил заняться своим здоровьем. Катя, вот вы где конкретно занимаетесь? Вы куда ходите? В Измайловском парке. Слушайте, ну там же шикарное место, там есть грунтовые дорожки. А как на вас люди смотрят? Они говорят, о, забыла лыжи надеть, нет? Самая любимая шутка. Нет, вот нет такого, чтобы вот как-то на меня смотрели. Мне кажется, у нас так много там людей ходят с палками. Вот я не единственная там за тренировкой всегда встречаю, ну, человек минимум 10. То есть если 3 года назад, когда я родила ребёнка, я стала ходить с палками, ну, наверное, их было там 2-3 человека, то сейчас, конечно же, уже много. И разного возраста, это не только пенсионер, как некоторые думают, ой, но это только для пенсионеров, нет разного возраста, абсолютно люди. А вот девушек много молоденьких, на самом деле, это очень хорошо, потому что, ну, ходьба, она на самом деле отличная альтернатива бегу, и такой, скажем так, простой способ держать себя в форме, то есть не раздаться и тем, кто... И вернуться в 38-й размер. Да, вернуться в 38-й размер после родов. Причём, ну, быстро и безболезненно, потому что я не могла, на самом деле, себе позволить какие-то другие виды фитнеса. И вот начала работать над Настиным проектом и подумала, что, наверное, стоит попробовать, потому что, ну, я раньше, ранее я занималась таким более серьёзным видом фитнеса. То есть ходила в спортзал, бегала и так далее. Ну, вот уже нагрузки должны были быть у меня ограничены, и поэтому ходьба стала прекрасной альтернативой. Вот всем рекомендую, если вот вам нравится. У нас дети занимаются. Наши дети... Дети, да, занимаются. Вместе, да? Ну, мы не вместе занимаемся, но дети занимаются. От какого возраста можно начинать привлекать ребёнка к скандинавской ходьбе? Вы знаете, на самом деле нет никакого ограничения. Мы тут занимались с инструкторами в парке в одном. Мальчик четырёх лет на нас посмотрел. Я вам честно... Значит, подобрал палки, ну, какие-то одежды, дерево. И пошёл. И говорит, папа, я хочу вот как вот они. И пошёл с этими палками. Ну, мы рекомендуем где-то 8-9 лет. Всё-таки палки, они могут быть достаточно травматичны. Надо следить за детьми. Давайте вернёмся к нашему разговору буквально через пару минут. Посмотрим, до какого возраста можно ходить. О, я вам сейчас расскажу. Доброе утро тем, кто сегодня проводит его в спортивном режиме. У нас сегодня режим ходьбы включается. Представители скандинавской школы ходьбы у нас сегодня в гостях. Анастасия Политаева и Екатерина Русакова. Люди, которые поставили перед собой цель похудеть, а в итоге всё это превратилось в способ поднять себе настроение и привлечь в свои ряды ещё больше-больше людей. Кать, мы с вами заговорили о том возрасте и с Настей тоже, с которым можно стартовать, да, с которого нужно начинать, до которого возраста от 8 до 9 лет, до которого возраста можно этим заниматься, Настя. Вы знаете, нету предела. Один врач мне сказал, если ты не лежачий больной и пришёл на занятия, значит, ты можешь ходить. Значит, ты можешь ходить и с палками тоже. А самой уважаемой нашей клиентке 92 года. Да ладно? Генриета Яновна, да. Я с ней беседовала на той неделе и, ну, просто разговаривала с ней. Она мне рассказывала, как она себя чувствует, вот какие у неё там проблемы даже. Мы общаемся. Она мне что рассказала? Год назад она стала заниматься. В 91 начала заниматься. Да, два раза в неделю. Два раза в неделю. Она говорит, нет, Настя, час я не выдерживаю, но вот полчаса 40 минут я занимаюсь. Она ходила с палочкой, ну, как пожилой человек. Она говорит, год уже не хожу с палкой, потому что, говорит, хожу с двумя на занятия. То есть 92 года – это сейчас вот наш, как бы, такой вот своеобразный рекорд. Ну, послушайте, у неё рекорд ещё в другом, что она в 91 только начала этим заниматься. Ей захотелось, у неё загорелись глаза, и она за вами пошла. А сколько вы можете вот сейчас так, на вскидку последователей вашего увлечения насчитать? Катя, никогда не задумывались над этим вопросом? Сколько человек вместе с вами ходит? Мне кажется, мы уже достаточно много ходят. Ой, я даже затрудняюсь. Я, знаете, думаю, что каждую неделю в школу обращается около 100 новых клиентов. Да, именно новых. Новых. И, значит, вот эти люди потом либо остаются в школе заниматься, либо как-то в свободное плавание. Ну, вот примерно так. То есть это такое массовое движение, которое сейчас начинает всё более и более обретать популярность. Ой, только я считаю, что только вот начало, что должно быть ещё больше. Ну, на самом деле сейчас наша страна поворачивается к тому, чтобы вести здоровый образ жизни. Если Европа вся на этом помешана, да, они катаются на велосипедах, они плавают, они бегают, то мы как-то всё чаще сидели возле телевизоров. Теперь, к счастью, эта тенденция заканчивается. У нас тут были в гостях ребята, которые занимаются воркаутом, то есть устраивают спортивные площадки открытые, и можно приходить там абсолютно безвозмездно заниматься. Есть вы, которые пропагандируете совершенно другой вид фитнеса, но тоже очень полезный и тоже совершенно незатратный. Вот в этой конкурентной среде вам как находиться? Вы с друг другом конкурируете вот с такими же направлениями фитнеса или вы с ними дружите? С другими направлениями фитнеса, наверное, мы всё-таки не конкурируем. Мы можем конкурировать, может быть, с другими школами, но мы считаем, что мы лучше среди других школ. Да, в Москве, конечно же, мы были первыми, и на данный момент, на самом деле, вот если сравнивать качество, цена-качество, то у нас, наверное, самая интересная программа, потому что у нас не только ходьба, именно вот тренировки по ходьбе, а именно и терапевтическая ходьба, и ходьба для похудения, то есть это разные нагрузки, мы как-то пытаемся это направление развивать, мы не стоим на месте. А что такое терапевтическая ходьба? Это как? Терапевтическая ходьба, если вам нужна ходьба для оздоровления, то есть там нагрузки, например, для того, чтобы у вас внутренние органы лучше работали, для того, чтобы сердце укрепить, для того, чтобы ваша осанка стала ровнее, то есть если у вас есть какие-то определённые проблемы со здоровьем, это вот терапевтическая ходьба. Есть ходьба для похудения, отдельная программа «Лини тела» у нас называется, и там ходят со скоростью примерно 6,5 км в час минимум. Она как раз ориентирована на то, чтобы все мышцы подтянуть, как-то стать стройнее и за счёт ходьбы действительно избавиться от лишних килограммов. Там даются рекомендации по питанию, то есть такая она более целевая программа. Есть у нас программы, где сочетается ходьба вместе с пилатесом. Пилатес – все упражнения, которые можно выполнять на свежем воздухе, то есть это roll-up, roll-down и так далее. Тоже на укрепление внутренних мышц, то есть на проработку, чтобы сделать программы по ходьбе интереснее. То есть мы двигаемся вперёд, всегда думаем. Слушайте, ну это же здорово. Можно прийти, купить палки за совершенно скромные деньги и получить удовольствие от общения, получить подтянутую фигуру, получить похудение, если ты этого хочешь. Это ведь на самом деле такая очень, как мне кажется, правильная идея. Вот я вас хочу поблагодарить за то, что вы её принесли к нам на нашу землю. Ведь у нас этого раньше не было. Ну, кто-то же должен быть первым. Я подумала, почему не сделать это. Ну, я сама увлечена. Я сама увлечена и сама себя тренирую. То есть у меня есть тренировки, которые для себя. Они, наверное, более интенсивные. Да, и свои личные победы какие-то есть, которые тоже для себя. И вообще я считаю, что этот вид, я бы назвала это победой для себя. Потому что у каждого свои могут быть победы. И этот вид спорта, он даёт такую возможность. А вот по поводу конкуренции я вообще ни с кем не конкурирую никогда. Только сам с собой. Потому что я знаю, ну, чего я хочу. И стараюсь сделать свою работу как можно более хорошо, насколько мне хватает сил. Ну, ведь это правильно. Не сравнивать себя ни с кем другим, а сравнивать с теми результатами, которые ты сам показывал раньше. Вот если ты вперёд продвинулся, если ты каких-то успехов достиг, то это твоя же личная победа. То, о чём вы, Настя, говорите, это как раз победа над собой. Ну, а бывают какие-то соревнования, например, вы проводите? Или это вот вид спорта исключительно для себя? Нет никаких соревнований между спортсменами и другими. Это бывает? Соревнований пока нет. Но есть фестивали, праздники, где наши специалисты показывают мастер-классы, рассказывают о своих достижениях и так далее. Совершенно это может прийти желающий, кто же ходит, кто не ходит. Совершенно неважно. Вот такие мероприятия, целенаправленные, для продвижения. Соревнований пока нет. А нужны ли они? Вы знаете, не знаю. Потому что как делить? По возрастным категориям? Не знаю. Знаете, можно провести соревнования на самую изящную технику, я не знаю, самую красивую или... На лёгкую походку. Вы знаете, лёгкую походку. Немцы проводят соревнования в сочетании с ориентированием. Вот это интересно. Где плюс к этой ходьбе есть такой туристический момент с ориентированием связан. Ну, не знаю, мы про это думаем, потому что это интересно. Люди хотят соревноваться, но чтобы не было проигравших, желательно. А, да, это хорошо, чтобы всем каждому на финише давали медали. Чтобы кто-то что-то увидел интересное. Ну, так можно. Ну, мы об этом думаем. Как появляются тренеры? Вот для того, чтобы стать тренером, нужно самому, во-первых, вырасти до определённого уровня, во-вторых, захотеть перейти на эту работу и, в-третьих, иметь какую-то соответствующую квалификацию. Вот, Катерина, вы не хотите быть тренером? Нет, сказала Катя, совершенно испуганно, не хочу. Ну, потому что у меня нету для этого соответствующих, наверное, навыков. Это нужно учиться, действительно. Ну, у меня просто другая специальность. Вот я маркетолог, поэтому, ну, зачем? Ну, каждый должен заниматься своим делом. К нам приходят по-разному тренеры. То есть, в основном, это люди, которые имели какое-то, и имеют отношение к фитнесу и хотят просто расширить какие-то свои профессиональные горизонты. Либо люди, которые хотят, занимаются фитнесом уже давно и много, и просто выучиваются на инструктор по скандинавской ходьбе и открывают свой клуб. А есть такие, да, прям курсы для инструкторов по скандинавской ходьбе? Да, 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 тоже из школы, да. Даже так? То есть, я не попаду, придя в какой-то клуб, в какую-то школу, к непрофессионалу. То есть, это человек, который умеет, знает, может, который знает, в первую очередь, там, основы медицины, физиологии, биохимии, всего-всего. То есть, я уверена в том, что это профессионал. Да, в том-то и дело, что школа гарантирует, что те инструктора, которые работают от нашей школы, это профессионалы. То есть, я лично выдаю им сертификат, и я гарантирую, что этот человек не навредит вашему здоровью, с какой бы проблемой вы ни пришли. Мне кажется, это важно. Да, безусловно, потому что столько, мне кажется, сейчас фитнес-клубов и столько людей, которые когда-то что-то где-то умели, или бывших спортсменов, которые знают только какой-то там один аспект, а ту же медицину и ту же анатомию, что очень важно, они как-то пропускают мимо. И это вот, если эти боли, у вас есть курсы терапевтической ходьбы, вот для меня это удивительно. Мне кажется, это так хорошо, ты пришёл, походил, и ты здоров. Не таблеток тебе глотать? Ну, мы не лечим. Нельзя сказать, что мы же не медицинское учреждение, но стойкая ремиссия, если какие-то хронические заболевания. Реабилитация, если травмы и операции были. Это мы можем сделать. Но самое главное, ведь человек начинает двигаться. Боже мой, какое счастье. Отрываются попы от диванов. Ой, это очень тяжело. И начинается движение. Вы знаете, я заметила, если клиент пришёл на третье-четвёртое занятие, значит, он будет двигаться достаточно долго. Всё, подсел. Да, он подсел и пойдёт дальше. Он может пойти дальше, увлечься боксом. Некоторые уходят на велосипед. Знаете, наши ученики встают на лыжи. То есть тем, кому лыжи были не по силам, всё-таки там больше нагрузка, классические лыжи, встают на лыжи и зимой, так сказать, чередуют ходьбу с лыжами. Вот я считаю, это хороший результат. Вы не страдаете от того, что они уходят? Это же всё-таки были ваши клиенты. Вы что, я рада, потому что они уходят, и они приводят потом ещё других людей, и своих там мам, пап, детей. Нет, я рада. Оптимистичный настрой. Нет сказать, вот вы знаете, мне так жалко, это были бы мои люди, они бы занимались только скандинавской ходьбой. А не мои люди. А не ваши? Да, у нас 40% клиентов, которые приходят по рекомендациям. То есть люди, которые слышали, либо которым рассказали, их друзья, знакомые, на самом деле это очень важно. Клиенты пускай не ушли, но, может быть, ради разнообразия, у всех могут быть разные мотивы, но зато они рассказали, что они попробовали, что это действительно интересно, что это работает. Слушайте, но это ведь достаточно новое, да, такое течение, направление. Это ведь ещё, как мне кажется, ну, народ, а что это, а куда надо идти, а я ничего не знаю, я не могу, это надо куда-то приехать. Вот вы эту стену пробиваете? Да, мы эту стену пробиваем. Сейчас, конечно, она уже почти пробита, но для России, конечно же, это новый вид фитнеса. В Европе он уже давно не новый, палки можно купить, в принципе, на любой заправке. Я думаю, что все, кто был там в Италии, в скандинавских странах, в Германии, они в любом магазине, даже там в супермаркете они продаются, то есть это, в принципе, достаточно известный и популярный вид фитнеса. В России, да, мы ещё пока рассказываем. То есть первые наши усилия, когда мы только открыли школу, были направлены на то, чтобы рассказать людям, что это, для чего это, что это требует какой-то техники, да, что для этого нужны специальные палки, лыжные палки не подходят, потому что они могут навредить суставам. То есть первое, что мы делали как раз с Настей, мы, скажем, работали на популяризацию этого вида фитнеса. Это вот были первые шаги. Сейчас, конечно же, уже задают вопросы более такие конкретные, где можно заниматься, где купить палки и так далее. То есть уже никто не спрашивает, что это. Уже процент таких людей снизился до минимума 1-2%. Ну вот, посчитаем, что это наша заслуга. Сегодня мы говорим с Анастасией Политаевой и Екатериной Рысаковой. Люди, которые принесли на российскую землю скандинавскую ходьбу. У нас двухминутный перерыв, и возвращаемся к беседе. Скандинавская ходьба на российской земле. Сегодня тема нашей программы. Две совершенно влюблённых в своё дело, я даже не знаю, девушки, которые принесли, во-первых, это увлечение к нам на российскую землю, а во-вторых, с удовольствием и сами занимаются, и продвигают, и привлекают в свои ряды ещё людей. Анастасия Политаева и Екатерина Рысакова. Доброе утро, ещё раз вас приветствую. Расскажите мне, пожалуйста, и Настя, и Катя, ведь спортивная ходьба – это олимпийский вид спорта. Для, мне кажется, любого, даже если это фитнес, вот с чего бы спорт не начинался, всё равно есть идея сделать его, ввести в классификацию вида спорта, сделать его олимпийским, например. У вас нет таких вот идей, чтобы в сообществе с европейскими странами всё-таки попытаться протолкнуть скандинавскую ходьбу куда-то в официальные виды? Нет? Нет? Знаете, я совершенно случайно слышала ваше интервью с Сергеем Батюком. Да, было такое. И я просто так двумя руками за его слова прям присоединяюсь к тому, что олимпийские виды – это другое. Это галактические секунды? Это перестаёт быть тем, чем является сейчас. И вот я боюсь этого. На самом деле, если, так сказать, мировое сообщество и спортивное сообщество так решит, что это в какой-то момент станет олимпийским видом, ну и значит, это так. Но я сама к этому не буду прикладывать никаких шагов. И даже больше скажу, ко мне много обращаются людей, которые хотят создать Российскую Федерацию скандинавской ходьбы. И я молчу, потому что, ну, если люди хотят её создать, пусть они её и создают. Но без вас. Я тут причём. Да, я делаю свою сейчас работу, мне достаточно её много. Я не умею создавать таких структур и не умею делать олимпийский вид спорта. Ну, смотрите, олимпийский же вид спорта позволяет, во-первых, получать какое-то дополнительное финансирование от власти, от федерации. Нет? Вы знаете, это самая большая моя была ошибка, что у меня была такая тоже мысль, что вообще это социальный вид даже массового спорта. Да, конечно. Что кто-то должен чего-то, да никто никому ничего не должен. В общем, это всё... Хочешь занимайся, не хочешь не занимайся. Компания развивается на собственные средства. И, ну, не знаю, если будет, кто будет поддерживать, это окей, это хорошо. Но я на это не рассчитываю. Для вас самое главное всё-таки заниматься, получать вот этого удовольствия. И если будут приходить люди, то пусть занимаются и побеждают сами себя, нежели участвовать во всех этих олимпийских гонках. Да, это вот какая-то административная, чиновничная, уже вот начинается аспект этой работы, я к ней не готова. Вот опять возвращаясь к нашим беседам с ребятами, которые занимаются тем же там воркаутом или любым другим фитнесом, они говорят, что помимо спортивных занятий, это ведь ещё и какие-то клубы по интересам. Это клубы общения, где люди встречаются, где они общаются, где они делятся своими результатами, где они могут просить помощи или принести, например, именинный пирог в честь дня рождения. У вас есть такое, Кать? У нас есть естественные клубы, куда приходит много постоянных клиентов. Недавно была конференция. Конференция была не только для профессионалов, но и для любителей. Пришло много постоянных клиентов, которые были счастливы пообщаться. То есть это такая была неформальная обстановка. В таком она, скажем так, дружелюбном, неформальном, такая была дружелюбная неформальная атмосфера. Очень интересно, на самом деле, всё прошло. Да, то есть люди обменивались своим опытом, потому что у нас многие, например, одна клиентка, ну уже не клиентка, скажем так, это уже руководитель нашего филиала в Екатеринбурге. Она, например, открыла для себя скандинавскую ходьбу, когда проходила курс химиотерапии во время лечения онкологии. Рассказывала о своём опыте. Каждый рассказывал о своём опыте, как он к этому пришёл. На самом деле, очень интересно. Поэтому, да, у нас вот наши клубы, они как раз подразумевают в том числе и такое вот неформальное общение. То есть люди приходят и делятся своим мнением, делятся мнением. Всегда инструктор открыт, всегда он готов обсудить. Мы всегда просим рассказывать о своих проблемах заранее, потому что мы готовы помочь. То есть если инструктор может что-то порекомендовать дополнительно, мы это делаем, естественно. То есть это не такой, скажем, неформальный подход к каждому человеку. Я зацеплюсь всего за одну фразу. То есть можно прийти даже при таких серьёзнейших заболеваниях, как онкологией, заниматься скандинавской ходьбой? Вы знаете, наш руководитель Ирина Вдовина, она для себя открыла, когда она заболела, естественно. Ну, надо было в Екатеринбурге, да. Она заболела, и врач ей порекомендовал, чтобы усилить эффект от лечения, чтобы тело работало дополнительно, был какой-то ресурс за счёт именно собственных ресурсов. То есть была поддержка при лечении. Порекомендовал ей заняться каким-то таким вот щадящим видом фитнеса. Она очень много читала, открыла для себя скандинавскую ходьбу. Была долгая переписка с Настей. Сейчас она, слава богу, победила эту болезнь. Открыла филиал. То есть это один из, скажем так, из ведущих наших филиалов. Она очень серьёзно занимается. Она очень серьёзно занимается. Что-то удивительно. Или больными людьми. И им нужно чем-то заниматься. Мы даём такую возможность. Я никогда не говорю клиенту... То есть нет противопоказаний. Вот, понимаете, нет их. И наоборот, мы приветствуем людей с любыми... Я не хочу говорить отклонениями. С трудностями. С трудностями. Да, каких-то других людей. Но ведь немногие могут себе позволить прийти, например, в тренажёрный зал и заниматься тяжёлой атлетикой. Да, а к нам можно. А к вам можно. Вы с удовольствием таких людей принимаете. Да, я даже вам больше скажу. Я подготовила инструктор, который будет специализироваться по работе с людьми с ДЦП. И даже им это позволено и нужно. Ну, это очень важная, мне кажется, работа. Это социальный некоторый аспект. Хотя мы не выходим за рамки своей деятельности. А что касается клубам по интересам, знаете, у нас даже пара родилась. У нас двое не совсем молодых людей. Три года назад познакомились на наших занятиях. И даже... Вместе теперь. Да, вместе теперь. А вы говорите, в 92 года приходит к вам Генриета Яновна. Можно ещё и семейную пару там составить на ваших курсах. Да-да-да, всё очень-очень комфортно, и люди раскрываются. Ну, это вот к вопросу, Настя, по поводу вашего нежелания создавать федерацию вида спорта. Я вас понимаю, это бюрократия бесконечная, это какие-то чиновники, это кабинеты, это нужно заниматься только этим. Но ведь если это социально ориентированная такая вот фитнес-программа, если это то, что позволяет человеку чувствовать себя полноценным и здоровым, может быть, только ради этого попробовать? Или пока нет такого желания? Пусть кто-то другой. Ой, просто столько дел. У меня такие планы грандиозные. И мы же делаем ещё кучу другой работы. Мы же предлагаем ещё оздоровительные туры, то-сё, новые программы, новые открытия, филиалы. Мы в Новосибирске сейчас запланировали. То есть просто когда этим заниматься? Не до этого. Если бы пришёл какой-то дядя и сказал, давай я открою тебе федерацию, ну, конечно, я не против. Но сама не хочу. Но не хватает, наверное, потенциала какого-то человеческого. Вот Катя рассказывала по поводу того, что достаточно сложно было пробивать вот эту стену, когда приходилось много объяснять, что это, где это, как это. Вот вам не кажется, что это должна быть какая-то, может быть, на уровне государства, может быть, на уровне городском, областном. Какая-то программа, которая бы позволяла людям об этом узнавать. Ведь это же легко, это просто, это здорово, это бюджетно, этим можно заниматься и поправлять здоровье. Почему тогда мы об этом знаем совсем немножко, и почему вся Европа ходит, а мы сидим, отращиваем животы и попы? Вы знаете, это очень сильно зависит от руководства муниципальных подразделений, округов, я не знаю, городов. Есть примеры. У нас есть примеры государственных деятелей, так скажем, которые за счет бюджетных денег обучили этого инструктора, закупили необходимое оборудование и открыли совершенно бесплатный, так сказать, у себя клуб, и люди там занимаются, и на тренировку приходят там от 50 до 60-70 человек. Ну, это просто такие единицы. Я не знаю, то ли лучше денег потратить на что-то более эффектное, может быть, какие-то вот эти праздники бесконечные они проводят, вместо того, чтобы, ну, вот как-то включить голову. Ну, такие примеры есть в Москве, район академический и чудесный работает. Так что можно, было бы желание, были бы силы. Да. Но на самом деле это же нужно такое количество энтузиастов, которые бы этим занимались, чтобы это остановилась, скандинавская ходьба, не каким-то экзотическим, я не знаю, видом деятельности, а действительно вот привычные нормы жизни. Пришел, бросил сумки, пошел, полчасика походил, здоровый, счастливый, бодрый. Да, в машину палки положил, мне все клиенты говорят, как удобно. Палки лежат все время в машине. Мимо парка еду, пробка, остановился, главное, маршрут правильно подобрать. И пошел, походил, нарезал, глядишь, пробка рассосалась. Ну, то есть вот, главное, подышал там, да, после офиса продышался. Многие говорят, скучно, знаешь, стало скучно ходить в фитнес-клуб. Ну, вот я хожу по этой беговой дорожке, картинка одна и та же. Вот все время одна и та же, даже если телевизор висит. Все равно, да. Все равно. А тут природа. А кислорода-то нету в фитнес-зале? А уж про кислород я, да. Да, это целая кардиотонировка такая. А тут картинка. У нас один клиент, знаете, что делает? Каждые две недели фотографирует парк, в котором он занимается. То есть, и он говорит, представляешь, картинка все время разная. Он в одном и том же месте становится. Одно и то же место, просто природу вот фиксирует. Какой он молодец. Получает от этого удовольствие. Да. И при этом не затрачивает километры денег. И может позволить себе с удовольствием заниматься здоровьем. Ну, это что-то, нечто совсем другое, чем фитнес-зал. Хотя есть маргиналы. У меня есть клиент, который очень оригинал. Он купил самые дорогие палки и ходит, у него дома беговая дорожка, собственный зал маленький, и ходит по беговой дорожке с палками. Ну, это, ну, как бы, вне комментарии. Это совершенно другое. Вне комментарии. Я вас хочу поблагодарить за то, что вы делаете, потому что то направление, мне кажется, которое вы избрали, оно правильное. Оно вот должно быть. И мне очень хотелось бы, чтобы вслед за нашим разговором кто-то не просто послушал, а взял палки, купил и пошел к вам по парку, походил, пофотографировал, получил удовольствие. И спасибо вам за то, что вы рассказываете, что здоровье можно получить абсолютно безвозмездно. То есть даром. Практически. Я еще раз благодарю наших гостей Анастасия Полетаева и Екатерина Русакова, школа скандинавской ходьбы. Давайте будем ходить и будем здоровы. Спасибо вам. Спасибо. До встречи через неделю.